Это Найда, европейская овчарка, возраст 2,5 года. Прошла обучение в ростовской школе служебно-розыскного собаководства. Характер народический, спокойный, что является важным качеством в розыскной работе. При большом скоплении людей не отвлекается, порочащих связей не имела. Может найти все, что угодно. Видимо, поэтому и Найда. Спокойная собака. Самое главное при досмотре большим скоплением массы людей, чтобы собака не отвлекалась, не реагировала. Сергей служит в Центре кинологической службы с 1994 года. За эти годы он осуществил более 40 задержаний. В 1996 году в Суземке Сергей Губин с прежним своим подопечным, овчаркой по кличке Лорд, задержал двоих особо опасных преступников, совершивших серию убийств. А этого красавца зовут Барон, немецкая овчарка, истинный ариец. Возраст 2,5 года. Если свека собачьего перевести на человеческий, то Барон, юноша, 18 лет. В общем, все еще впереди. В порочащих связях с врагами правопорядка не замечен. Обучался 5 месяцев в ростовской школе служебно-розыскного собаководства. Спортсмен. Очень любит играть с мячом и автомобильной покрышкой. Я недавно только с ним с Ростова приехала зимой. Поэтому еще достаточно мало субтитров. Работа кинолога нравилась с детства, говорит Галина. В Центр кинологической службы пришла в 2004 году. В 2009-м решила завести еще одну собаку. Барона она растила со щенка, и уже теперь этот обученный красавец готов помогать сотрудникам полиции в раскрытии преступлений. За 5 месяцев текущего года сотрудниками Центра кинологической службы уже осуществлено около 2000 выездов на места происшествия. Впервые собака пришла на службу в правоохранительные органы уже более 100 лет назад. И за эти годы делом доказала, что человеку без четвероногого помощника никуда. Кинологическая служба в системе МВД Российской Федерации является одной из старейших служб. Так как в этом году мы уже будем справлять 103-ю годовщину образования данной службы. Управление внутренних дел по Брянской области. Данная служба была организована в 1947 году. Тогда был организован питомник, в штате которого было всего лишь 3 сотрудника, всего лишь 5 служебных собак. Кстати, именно собаке нужно сказать спасибо за то, что она помогла раскрыть жестокое убийство 9-месячной Ани Шкопцовой. Когда родители скрывались от следствия в Почепском районе, разыскать их помогла немецкая овчарка Лина. Служебная собака вывела, предположительно она прошла около 3 километров, привела к частному дому. И именно в этом частном доме скрывались. Это один из примеров, когда служебные собаки помогают быстрому оперативному вмешательству. На службе состоят не только немецкие и восточноевропейские овчарки. Отлично поддаются обучению также лабрадоры, спаниели, ротвейлеры, русский черный терьер, шотландские овчарки колли, эрдельтерьеры, ризеншнауцеры, доберманы, московская сторожевая, английский кокер-спаниель, фокстерьер, кавказская и среднеазиатская овчарка. В нашем центре на сегодняшний день содержится более 40 служебных собак. По Брянской области, включая все службы в системе МВД, содержится более 100 служебных собак. В центре кинологической службы нет случайных людей. Все, кто трудится здесь, бесконечно преданы не только своей работе, но и, конечно же, питают огромную любовь к своим четвероногим помощникам. Особые отношения и со стороны родственников полицейских. Эту работу подарила жена замначальника центра на его день рождения. Отношения человека и животного – это не те отношения, как у человека с человеком, а здесь более доверительные, более глубокие отношения. Потому что, если не будет контакта, полного контакта и полного доверия человека со служебной собакой, то и не будет результата работы. В будущем центр кинологической службы планирует переехать в район Большого Полпина. Там будет строиться новый центр. Он будет иметь свое большое административное здание, 100 вольеров для собак, а также помещение для щенков. В честь праздника Дня кинологических подразделений в системе МВД все четвероногие полицейские получат лакомство. Но самая лучшая награда для них, конечно же, ласка. И они ответят тем же. Александр Новиков, Сергей Сорокин. События. Брянск.